В нашей школе сто лет! Дата уникальная. Ради такого праздника учителя даже отпускают некоторых детей с уроков. Репетиция концерта. Вековая история 204-й школы имени Горького, первая опытно-показательная школа наркомпроса, лаборатория педагогической мысли, где готовили новые методы обучения, ставшие основой для образовательных учреждений во всем Советском Союзе. Занятия не прекращались даже во время войны только. В некоторых классах школьников сменили медсестры, развернулся госпиталь. В 1936-м архитектор Зеленко строит новое здание. Педагог-экспериментатор Шацкий разрабатывает программу. Школа обретает нынешние очертания и имя Максима Горького. Нет силы более могучей, чем знания. Человек вооружен, знанием непобедим. Эти слова Максима Горького встречают и провожают детей 204-й школы. А успехи выпускников – лишнее подтверждение, что этот тезис – главный урок, который они усвоили в этих стенах. Здесь, на уроках изобразительного искусства и черчения, учился будущий художник Шилов. Тайно с одноклассниками слушал джазовые зарубежные пластинки музыкант Алексей Козлов. Писал первые стихи Давид Самойлов. С катка на занятия прибегала Екатерина Боброва. Преподаватели очень сильно помогали, все все понимали. Я доставала им билеты на соревнования, все мне писали, звонили после соревнований, поздравляли. А когда ты придешь к нам, до сих пор очень тепло вспоминаю эту школу. Спасибо им большое. Память о своих выпускниках и учителях хранит школьный музей. Здесь длинная и богатая история становится понятной и близкой современным ученикам. Детям, когда говорю, мы были награждены путевками в Артек, ну как-то они так довольно прохладно на это реагируют. Но когда я им говорю, что представьте себе, если бы ваш класс был награжден за что-то, полетом на Луну, они говорят, о, это круто. В стеклянном стеллаже трудовые книжки преподавателей, которые работали в школе до конца своих дней. Фортепиано, местная реликвия, инструмент всеми любимого педагога по музыке. Становится частью семьи здесь надолго. Учителя работают по 30, 40, 50 лет. Родители отдают сюда своих детей, бабушки и дедушки, внуков. А ученики возвращаются преподавать. Я пришла сюда работать пионерской вожатой. То есть я ушла буквально на каникулы из школы. Потом сразу вернулась. И через 100, и через 200 принципов, я считаю, должны быть одни. Это прежде всего доброта, любовь к детям и профессионализм. Меняется структура, техническое оснащение, но во главе всегда индивидуальность ребенка. И 100 лет в данном случае срок, который доказывает правильность этого принципа.